Плита получается кривая. Ржавые трубы. Потолки натягивают. Хотя бы пеной бы задули. Домой потащили, придавать на ВИТО. Розовые трубы. Вот куда рабочие с последнего этажа ходят. Перегородка. Идет он, соответственно, в гофре. Что скрывается за потолком? Обратите внимание, какая их протяженность. Стандартная входная группа. И получается, куда они смотрели, непонятно. Куда смотрели именно принимающие органы. А все остальное, это поправимо. У нас самый дорогой тариф. Я не понимаю, для чего они розовым здесь окрасили трубу розовым. Визуально это смотрится не очень. Еще из Москвы приехали. Получается, не получается. Если что-то там произойдет с трубами, разочарование какое-то в застройщике. Хочется его открыть, он такой крутится. Даже не перепутали, молодцы. Получается, танцы с бубнами. Ить, 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 ить. Все, ты наказан. Проверяйте корзины. Ну вот это круто. Вот это вот разочарование, конечно, вообще огромное. Внесли изменения в проектную документацию. Супер-пупер. Но тут что-то пошло не так. Пик уже не тот. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. И сегодня мы с вами посмотрим недавно сданную новостройку от Пика. И комплекс называется Янинский лес. Нормально все? Относительно. Ну вот угол получается холодный. Да, вот смежный угол. Отсюда даже такое ощущение, что поддувает, да? Или это с окна так дует? Это, скорее всего, фильм открыт клафан. Это поддувает. А, с ним? Да, угол смежный. То есть он с той комнаты правый угол дует, а здесь левый. То есть один и тот же. Привет. Меня зовут Алена. Да, мы купили квартиру в Янинском лесу. Компания Пик зарекомендовала себя как добросовестный застройщик, который вовремя сдает свои объекты. Но тут что-то пошло не так. Об этом я расскажу позже. На самом деле строят достаточно неплохо. То есть под наш бюджет мы понимали прекрасно, какую квартиру с каким качеством мы получим. То есть у нас прям супер-пупер там что-то какой-то, шедевр, конечно, не ожидали. Но по своему бюджету, в общем, то, что мы ожидали, мы получили. В принципе, меня пока что уйдет осмотр, и пока что меня все устраивает. Кстати, расскажи, как получается, дом сдали, как уведомляет застройщик, своих клиентов о том, что вот в эксплуатацию произошел, и, соответственно, когда можно приходить к заключению. Ой, про вот в эксплуатацию мы, конечно, тоже очень долго ждали в СМС. Нас уведомили по СМС. То есть пришла СМС, да? В электронной почте, да. Потом приходит вторая СМС о том, что вам поступает в личный кабинет на сайте ПИК пакет документов, которые вы обязаны проверить. Это не сами документы, которые вы подписываете, это шаблоны. Вы их проверяете на то, что ваши данные правильно записаны, на то, что вы согласны с тем, что там написано. Если вас что-то не устраивает, вы там носите свои корректировки какие-то, и в дальнейшем снова отправляете в ПИК на согласование. И третий СМС – это уже приглашение на получение ключей. Как происходило вот это получение ключей сегодня? Пришла СМС-ка. Мы подобрали день, соответственно. Мы приехали сюда, и через приложение ПИК у нас там внизу стоит постамат, где находятся эти ключи. Вот, приехали на место, в приложении есть кнопочка такая отдельная, да, «Я на месте». Нажимаешь на эту кнопочку, открывается конкретно от твоей квартиры уже ячейка, и ты забираешь, да, ключи. Все. То есть уже берешь сотрудников «Авангарда» и идешь, соответственно, сюда принимать свою квартиру. Многие путают, спрашивают, да, стоит ли с застройщиком «Авангарда», допустим, согласовывать. Нет, не стоит. Ну, то есть на первичный осмотр, который мы проводим на данный момент, да, согласование не требуется. Вот, поэтому мы с ребятами сразу поднялись сюда, и, собственно, занимаемся. Кто-то в туалет уже сходил. Проверяю. Слушай, ну, это классная планировка, я помню, аналогичную принимали в Кудровском парке, тоже от пика. Здесь только разница, что в детской комнате есть балкон, а там просто было окно. Здесь реально очень круто, что при входе мне нравится есть санузел для гостей, есть, соответственно, вот это в кухне мы сейчас находимся. А, это уже «Авангард» подкрывали. Да, это мы уже сняли, нам уже ребята показали, где что можно подключить. Мне нравится, что все белое, это сразу зрительно увеличивает площадь. Мне нравится, что при входе есть вот такая кухня-гостиная, где будут все собираться. И комната получается чуть дальше. И два санузла – это тоже большой плюс, потому что во многих даже двухкомнатных квартирах часто бывают ванны совмещены с санузлом, и это, конечно, для двухкомнатных, я считаю, не очень практично. В этом проекте есть квартиры тоже двух или трехкомнатные, где идет именно там два туалета. Ну, у пика они все стандартные, да, то есть у них там нет такого, что там один тоже, в принципе, что Кудровский парк, что этот, отличаться будет фасадом плитки и, соответственно, все мы даже из окна сможешь здесь видеть такой ничего, да? Да, с учетом того, что этот лес вроде как не собирается заставить, потому что он принадлежит, я так поняла, что какой-то из военных частей, то есть здесь носить ничего не будут. Ну, по крайней мере, пока. Забор классный, с колючей проволокой. Кстати, фасад неплохо смоется, немножечко его отмыть, в принципе. Они его мыли, но, судя по всему, снова нужно, да, где-то что-то подтекает. И видишь, вот если посмотреть, там вот неровно идут вот кирпичики и кирпичики, да, они как сверху. Да, видно, да, есть такой, да, рядами, как будто компьютерная графика криво подгрузилась. А вот это что, это дом строит или соцучреждение? Это тоже будет дом, это третья очередь. Тоже дом, третья очередь, понятно. Ну, двор сверху, кстати, неплохо смоется. Двор у нас огромный. Нам окна пока нельзя открывать, потому что еще будет тепловизором все проверять. Значит, так, получается, у застройщика сразу на подоконниках лежит звонок. Вот это мне не нравится, что звонок нормальный, да, но нужно, я считаю, вешать, чтобы было всем одинаково, потому что либо придется с соседями договариваться, да, а это для пожаротушения шланг. Это, типа, рассчитано на то, что если вдруг будет пожар, то мы сами должны его подключить и, соответственно, потушить пожар. Ну, прям пластик, прям пластик. Ну, я не знаю просто, кто вот этим будет заниматься, у себя тушить, там, лучше либо убегут, либо там, не знаю, там. Попрена будет, да, наверное. Да, нам сказали, что перед нашим домом будет стоять крытый паркинг, вот, но фишечка в том, что менеджеры обещали, что паркинг будет в три этажа. А он, получается, тут из окна смотришь и горизонт как раз... Да, я немножко высоты боюсь, поэтому как бы на верхних этажах мне как бы не очень хорошо было бы. Я решила взять середину. То есть думали там шестой, седьмой, восьмой этаж, где-то так. Тем более, да, с этой информацией от менеджеров, что три этажа, я такая, ну, хорошо. И взяли мы седьмой этаж и можем показать, да, вид, какой у нас сейчас. То есть нас, по сути, получается, менеджер обманул. Да, нас менеджер, получается, по сути, обманул. Менеджер пика. Да, да, да. Сказал, что три этажа, по факту получилось шесть этажей. Вот. Притом я звонила, узнавала, ну, естественно, сюда допуска не было. Я звонила, опять же, менеджером, узнавала, какая все-таки будет, какой у меня будет обзор все-таки. Буду ли я свой любимый лес видеть, да, или у меня будет уже стройка перед глазами, будет парк. То есть, в общем, доверяй, но проверяй, как говорится. Тут доверять не стоит, на самом деле, потому что уже сколько было видео, да, и информации о том, что обещает застройщик одно, что мы здесь застраивать ничего не будем. Это вот как, допустим... Мы не будем, но застроят другие. Да, 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 да. И потом оказывается, что это земля... В Кудровском парке там же было, там изначально застройщика, он презентовал проект с высотой потолка 2,90. Потом было тоже 2,68. По факту в квартире у нас там было что-то 2,56, что-то такое. Нет, но у них в договоре прописано о том, что застройщик имеет право менять объект. А это у них в законе, они могут что угодно делать. Да, ну, в договоре в том числе. В договоре все это прописано. Не из бетона, а из дерева, например, построить и все. Да, ну, мы без претензий в этом плане. Но единственное, что, когда ты выбираешь объект, ты же понимать должен, что у тебя будет перед окнами. Ну, согласен, да. А тут получается, что клиент по факту узнает об этом уже вот когда свершилось. Двое кухня-гостиная, вот... Ну, здесь круто, просто огромнейшее окно во всю стену практически. Да, ты славится своими окнами и дворами. Да, потому что света здесь реально очень много. И озеленение дворы у пика тоже на высоте. Да, здесь вот планируется, да, так мы оставим кухню-гостиную. То есть по этой стороне будет кухня. Здесь у нас... Ну, пока что мы единственное не знаем, что с вот этим делать. Вот уже выемка вот эта непонятно для чего. А с выемкой? Я вот так диван поставил, там листовый и не запаривался. Ну, другие немножко планы. Ну, ладно, об этом мы узнаем позже. Вот. Здесь, получается, у нас... Две комнаты. Да, две комнаты. Ну, давай, Сарас, сюда зашли, давайте... Давай, да. Здесь детская. Балкон пока не покажем. Здесь, получается, детская. Детская у нас размером 9,9 квадратных метров. Ну, я думаю, для одного ребенка это, в принципе, будет... Ну, получается, надо сюда или шкаф, или кроватку, да? Ну, пока маленький, да, сюда кроватка. Где-то здесь расположится шкаф. Пеленальный столик, что-нибудь такое. Ну, из плюсов, конечно, получается, что здесь просто окунище. Света много. Вот тут открывал уже дверь, конденсатом все закрылся. Но то, что как раз и говорили, да, вот получается, вот высота паркинга и деревьев только верхушки видно. Я думаю, что с той комнаты будет лучше видно. Единственное, что у нас еще есть большая-большая претензия к застройщику. Какая? Ну, ты, наверное, знаешь, да, что все комплексы пика, они сдаются с корзинами под кондиционер, с трассами под кондиционер. Так вот, в нашем жилкомплексе застройщик отказался от этой идеи в самую последнюю минуту, можно сказать. То есть, ориентировочно 17 ноября они внесли изменения в проектную документацию и убрали кондиционеры. То есть, по идее, у нас здесь должна быть такая плашечка с выводами. Да, да, кстати, да. Ее нет. Заветный коробак. Ага, вот у нас. Так, сейчас мы ее вот еще отсюда. Крышку хотите, да, демонтировать? Да, конечно, потому что там... Они раньше делали как? У них шли две медные трубки, слив, и здесь же кабель питания, и на спецсистему, чтобы между собой внутренние блоки выключать. Теперь они делают питание вот здесь. Отдельно. И тут хорошо, кстати, в клемму. Слушайте, да. Можно прозвонить. Обычно так просто бросают провода, и все. Фреона провода... Как они называются? Фреона провода, да? Ну, да. Их тоже нет. Тоже нет. Да, выводы как проходят и где проходят. И получается, что если ты это будешь делать, то это будет трындец. Это будет трындец, это надо снимать потолки полностью, это надо проводить всю эту историю, и подключать, и потом начать резаном. Ну да, одно дело, это застройщик при строительстве делает, а другое, это ты начинаешь новую же отделку ломать и все переделать. Да, 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 то есть у нас по проекту здесь должно было быть два кондиционера. И некоторые, я насколько знаю... А корзины-то есть кондиционеров? Корзины есть. Да, там даже что-то, я не знаю, какие-то... Но они сэкономили, получили. Но они сэкономили, получается, существенно. Да, да, да. Вот. И получается так, что у нас даже некоторые соседи купили уже кондиционеры, но подключить теперь они их не могут. Потому что как искать это все... Ну это, кстати, фишка была же, только у Пика было, что у них, во-первых, кроме красивых этих сеток... Да. ...для наружных блоков кондиционера, уже трассы все проведены, тебе его только нужно повесить. Это было во всех проектах, ну это было круто. Ну все, мы остались без них, получается. Вот это вот разочарование, конечно, вообще огромное. Сотни миллионов рублей из дома. Я тоже планировала, что у меня, по крайней мере, здесь в детской будет висеть кондиционер. У меня ребенку не будет жарко, допустим, да, или холодно. Ну да. И как-то это, ну, циркуляцию уже поддерживает. Ну да, потому что современный кондиционер – это не только охлаждение, это еще и отопление. Да, да, а сейчас, получается, мы остались без них, ну и вот что теперь делать, мы не знаем. То есть заново все это вот вскрывать, проводить. Ну вот это круто, здесь два больших окна. Да. Это плюс здесь сразу ровные трубы, они как в Кудровском, они там были по диагонали. Вот это место мы обсуждали, где у нас трубы со стеной. Да, да, да. Я говорю, что стена и труба. Да, вот мы видим, что стена на 5 мм ушла относительно вверх, и смотрим, оп, и труба, конечно, более глобальна. Тут где-то сантиметра три, если еще на край поставить трубы, вот так. А, вот корзины вижу, вот она беленькая, красивая. А, есть еще нюанс такой, что мы очень рекомендуем, по крайней мере, вот у нас есть группа в Телеграме, да, и там мы уже несколько раз об этом предупреждали собственников, проверяйте корзины. Почему? Потому что наши доблестные строители имеют привычку выкидывать мусор с 12 этажа, о чем мы увидели непосредственно сами буквально пару дней назад. А, ну вот как раз отсюда можем посмотреть, да, то есть ты покупаешь с видом на трехэтажный паркинг, в итоге он шестиэтажный, и у тебя вот получается, там вдалеке ты видишь эти деревья. Но закат его все равно не обделено, смотри. Ну, это да, да. Значит, вот это должно быть внутри, а оно стоит у пика снаружи, то есть перепутали. Ну, мастера, конечно, сотового уровня. Получается, все, ты наказан! Вот так его закрыли, и все, человек и не выйдет, только если дверь вынесет. Нормально, красавчики. О, и сразу перепад пошел давление. Ванна акриловая. Слушай, брызгает, брызгает. А, да-да-да, видно, что протечка есть. Поэтому посмотрим, да, и розеточка такая. Эть, 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 эть. Плиточку не смогли ровненько приклеить. А пойдем в санузел посмотрим, потому что вот там же, вот в этом санузле, при входе, здесь как раз был для конденсата выводы все были. То есть сейчас я понимаю, пик это делает вот так. Да, они закрывают. Потому что в Кудровском был этот лючок. Прикольно, кстати, да, для конденсата у пика сделано, что вот по трубке сюда конденсат идет и уходит в канализацию. Прикольно, это чтобы туда попасть, это вообще просто сидеть все откручивать, куда-то убирать. Ну, сняли, демонтировали наличные. Здесь мы видим гипсокартон, стойки, направляющие. Не самые дешевые, но и не самые дорогие. Ну, для того, чтобы установить, вот тут резиночка какая-то. Ну, вроде так, ничего, пеной прошлись. Значит, что мы сейчас обнаружили? Получается, значит, здесь вместо лючка закрывается на панно, вот на таких винтиках, болтиках. Мы это все открутили, она просто не выходит. И вот сейчас у нас, получается, танцы с бубнами, чтобы это все вытащить и вообще посмотреть, что там внутри. Прикольно, конечно, с одной стороны сделали, но кто это придумал, не подумал о том, как это можно отсюда вытаскивать. При этом видно, что она получается от стены до стены, и это, конечно, некомфортно. По мне, нужно было чуть меньше делать этот лючок. Хотя бы здесь плитка, там, по одной плитке закрыть. Тогда было бы комфортнее, конечно, вытаскивать. И тут, кстати, тоже, вот я еще в Кудровском обратил внимание, например, вот что бывает. Пришла управляющая компания, не закрыла. Осталось это вот так, ты открываешь дверь и просто сносишь этот лючок. Надо было его делать в другую хотя бы, может быть, сторону. Ну, что, обычный, современный еще. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это у него более такая, скажем, жесткость хорошая. Здесь они, конечно, сэкономили. Нужно было и подороже профиль поставить. Что внизу? Заглядывали, не заглядывали? Ну, там чисто. Ну, не совсем. А, нет, вот там внизу что-то есть. Пленка вон валяется. Да-да-да, что-то есть. Ну, это мелочи по сравнению с тем, что часто бывает. В общем, 15 минут, и мы еще до сих пор не смогли снять это чудо-произведение от застройщика. Кстати, из плюсов, что автомат вот так наверху. Шкаф у них будет менять. Мешать. Розетка под роутер. Так как это гипсокартон-роутер, можно прямо на стенку повесить. Главное, что там проводов не было. Здесь вент-канал идет. Вот он. Тут вент-канал просто они зашили гипсокартоном. По мне, конечно, нужно было бы хотя бы в два слоя. Ну, здесь и выводы, и вентиляция. То есть они вот все вот. У нас одна соседка показывала просто тоже свою кухню. И у нее вот где должна стоять, ну, сама кухня, да, то есть вот здесь вот так вдоль стены. И у нее здесь есть лючок. Ну, типа того, как вот в коридоре, да, у нас стоит. А у нас нет лючка. Это вот, да, выходит по потолку. А, она по потолку идет? Она по потолку, здесь потолок ниже. Ага. Ну, значит, здесь получается канал только под канализацию и воду. Здесь только канализация и вода. И вода, да. И все. Потому что мне доступа там. Надо еще доступ. Если сделано все хорошо, там 50 лет точно не должно ничего случиться. Ну, да. Должно. Потому что вот они под них делают, а других нет. Извините. Не, ну вообще ревизионный люк, дело хорошее. Тут я понимаю, что можно к самому, когда мебель ставишь, так как где-то здесь будет мойка, правильно, соответственно, самому здесь прорезать, чтобы это было не видно, гипсокартон. На всякие пожарные посмотреть. Ну, ой, господи. Ну, вот да, да. И как его вытащить? Это просто какие-то танцы с бубнями. Здесь нету. Здесь так же все. И здесь. И получается, что мы не можем открыть и посмотреть. А вот здесь у них как раз был тот капельник для сброса конденсата от кондиционеров. И рентгена у нас нет с собой, чтобы просветить стенку. Идея, идея, идея. Супер. Кольный глазок. Хочется его открыть. Он такой крутится. То есть они его не закрепили. И он стоит здесь, ну, не знаю, 20 рублей он стоит, 50 рублей там. Валерой Мерлен. То есть дешевый трындец. Здесь видно, что складочка обоев. Она отклеена. О, смотри, вот прямо вот тут. Да, кстати, прикольно. Внизу уже все. А здесь получается офигеть. То есть уже можно все открывать и окна открывать, да, уже? Да, да, да. Уже все. Круто сделали. Молодцы. Получается сама створка, да, такая кривая? Ну, либо рама. Открываем с вами створку окна. И вот давайте смотреть. Вот корзина. Здесь раньше всегда были выводы. А я, честно говоря, друзья, даже не вижу отверстия. Сейчас мы камеру удлиним. Ну что, друзья, видно там? Есть что-то? Нет? Нет, а то нагибаться страшновато. Вентиляцию проверяют. Слышно, как вентиляторы крышные работают. Отсюда мы видим двор. Есть деревья. Ну, как кустики видны, да? Видны детские площадки. Все прикольно. Но вот по этой куче здесь, я не знаю, это то ли грязный снег, то ли это просто земля. Что-то не видно здесь. Изеленение. Ну, возможно, есть. Просто сейчас снег. О, вентиляторы закончили работу. Да, фасадик, конечно, не мешало бы помыть еще раз. Соседний фасад здания. И вот смотрите, плиточка как раз такая и пошла немножко в сторону. И вот они так местами. Я так понимаю, как раз где стыки панелей. То, что хотела рассказать, да, по поводу еще организации застройщики ПИК, то, что, да, они, как я и говорила, они обычно объекты свои сдают вовремя и в сроки. У нас срок сдачи в первой очереди был до 15 февраля 2024 года. Сегодня у нас 11 число, и мы вот сегодня принимаем эту квартиру. Но есть у нас также еще и 10 и 11 корпус, который состоит из трех строений. Вот, и эти корпуса не попадают в сроки. То есть 10 корпус, он, может быть, еще и успеет сдастся в феврале, но уже все равно не успевает до 15 числа. А 11 корпус, вот у меня там уже много знакомых достаточно появилось, да, и они не успевают от слова совсем. То есть у них сейчас по планам стоит 31 марта. Вот, и успеют ли они или нет, вообще непонятно. То есть получается задержка на три месяца, правильно я понимаю? Ну, получается сколько, ну вот в февраль, да, 45 дней. 45 дней задержки, и уже, понятное дело, у людей паника началась, что как же так, да, и у кого-то планы там сделать ремонт, у кого-то побыстрее въехать, кто-то готовится к садикам, к школам и так далее. Ну, понятно, да, тебе нужна регистрация, чтобы тебе взяли это раз. Да, вот, и получается такое вот разочарование какое-то в застройщике, то есть о нем очень много говорят, что да, все вовремя, пик молодцы в этом плане, но вот получилась такая оказия, что три, ну, получается, четыре дома они сдают уже с нарушением сроков. Вот, собственно, панель пытались все-таки снять, но не получилось, то есть ее никак не поддеть, нет никаких ни ручек, ничего. И да, еще страшно, понимаешь, ее начинаешь поддевать, она, это пластик играет, здесь алюминиевая рамка и боишься что-то сломать, то есть это все повредить. И, получается, вроде сделали, как и должен быть доступ, да, но до ума это, но доступа нет, да, фактически его нет. Да, и если что-то там произойдет с трубами, там какие-то протечки, не дай бог прорыв, и нам никак экстренно не среагировать. Да и не только это, то есть это демонтируется, то есть это можно самому демонтировать, мы открутили винты, и по идее это должна конструкция просто легко сниматься. Но по факту получается, что она никак и нелегко не снимается. Да, получается, что так. Получается, не получается. И мы остались без доступа. Просто очень было хотелось посмотреть, что есть ли там вообще капельник под конденсат, либо с этим тоже сэкономили. Ну, говорят, что есть, но проверить мы это никогда не можем. Проверить мы это не можем, да. Вся квартира в наклейках в Кудровском, помню, аналогично было. Да, с дверью, конечно, вообще просто пипец. Еще по мне, кстати, странно, что, ну, то есть они закрепили окна, а почему заглушек-то нет? Вообще просто нигде нет. Там с балкона, если посмотреть, еще интереснее заглушки. Дружной компанией мы вышли на балкон, а здесь вот такая красота. Чуть-чуть не хватило, ну, просто от слова чуть-чуть. А смотри, вот так это должно быть, вот так это должно быть. И здесь даже заглушечка есть. Пик уже не тот? Похоже, что не тот. Блин, как так? Мы готовы были к отделке косячной, да? На ржавчину можно было, да, глаза закрыть? Да, даже да. Все равно здесь ползакрывать. Смотри, прикольно, что, кстати, вот дырка вроде какая-то тут есть в углу, но соседей не видно. Хоть на этом спасибо. Еще у нас четверо, и выдержал балкон нормально. Мы дать будем на нем, нет? Я не буду прыгать. Хорошо, кстати, открывать. Все нормально. Держится крепко. Со штапиком дефекты подмечал авангард. Вот смотри, я строитель, я смотрю, мне не хватает. Насрать! И так примут. Ну, вот это вот такое отношение получается. Ну да, получается, застройщик знает о вот этих всех косяках и все равно приглашает нас на прием. Нет, нет, смотри, есть строитель, то есть я обычный строитель. У меня есть прораб, кто там есть, начальник участка, начальник строительства. Там куча руководителей, которые должны после вот этого всего монтажа приходить, смотреть и там писать в УТК своим, да, типа, все хорошо, либо нет. Более того, мы, насколько знаем, еще из Москвы приехали, принимающая комиссия. То есть, да, и получается, и их это тоже все устраивает. Ну да, прикольно. Кстати, вот здесь, смотри, на потолке есть заклепочки, которые вот, по ощущению, что уже ржавчина пошла, да, вот есть? На одной и на второй. Ну да, похоже на это. Нормально. Вот эту планку тоже, получается, они ее только к потолку прикрепили на заклепках, а к стенке ее не прикрепили. И вот, ну, как бы визуально это смотрится не очень. Ну, конечно, наверху навряд ли будешь так постоянно голову поднимать, но это видно. Тут тоже могли немножко поаккуратнее сделать. Ну, вот это, конечно. Да. Так. Просадки много, да, по ламинату? Ну, я еще отделку не смотрел, но так вот, возле труб везде идет просадка. Я не понимаю, для чего они вот розовым здесь окрасили трубу розовым, здесь розовым окрасили. Чтобы, не знаю, я даже не знаю, для чего вот это. Я, к сожалению, тоже не могу. Это очень, как-то, очень странно. На дно радует, конечно, здесь очень тепло, радиаторы горячущие. Батарея 70 градусов. 70? Офигеть. Защита от открытия. А, это детские замки. Ага. Замочек. Посмотрели, кстати, фото сделала, в общем, мне там отверстие, как это раньше было, оно все закрыто. И получается теперь, конечно, вот эти сетки для кондиционеров, для блоков, это просто, чтобы было красиво. Вид, да. В общем, если у вас вдруг нет цементика, то, знаете, можно открыть окно и немножечко взять отсюда. Классный звук. Да. А можно еще раз продемонстрировать? Ну, створки на 90, очень тяжело открываются. О, сейчас нормально, вот зараза какая-то. Тогда это вот так трещало сильно. О! А здесь, да, непонятно. Стена бьется. Да? Там уже прямо стене разбит. Где? Вот где-то стоящая дверь, она стену бьется. А, ну так потому что здесь ограничителя нет. Ну да, да. Потому что нужно, ну вот они не ставят, то, соответственно, ограничитель двери нужно самому ставить. Ну, здесь она уже, да. А я всегда говорю, то есть у них получается, вот, да, вот, то есть у них получается вот этот проем, и он вот здесь идет со стенкой. Я вот в видосах всегда говорю, что если бы кусочек нарастили, а это бы сдвинули, вот такого бы порнографии, по-другому это не назвать, просто ее бы не было бы. Говорят, нормально поставить? Да, конечно, нормально поставишь дверь, только придется все подпиливать, а не каждый, как мы видим, строитель может это подпилить. Вот если посмотреть внимательно, то, конечно, ну, ты смотришь на это и понимаешь, что это просто уродство. Мало того, что он криво все запилил, плюс у него был тупой диск или чем-то, пилой-то, ножовкой пилил. Ну, проект это что? Проект это что? Это просто взяли, красиво нарисовали, ровный фасад, а я вот отсюда смотрю на фасад, например, если открыть рендер, это будет все ровно и красиво, а здесь какой-то трендец, они кривые и косые, здесь какие-то отверстия там в этих панелях видно, то есть, ну, проект это одно, а в жизни совсем все по-другому. Ну, проектировщик тоже мог накосячить, а строители потом чешут репу и думают, как нам это все обыграть. Да, наличник тут в таком исполнении, подрезан неровно, сам наличник сломан, то есть, видим, что ламинация здесь отслоилась. Да, 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 трендец, трендец. Такой вот момент. Такое качество, да, это тоже. Но эта дверца, скорее всего, уже замена здесь есть вместе с наличником. Плесени-то хоть нет? Да, вот рассматриваю, пока не нашел. Это хорошо. Чисто. И здесь, кстати, тоже, вот если обратить внимание на коробку, вот здесь какое расстояние, вот здесь, то есть, ну, что-то на глаз мне, вот здесь меньше, а вот здесь получается больше, да? Есть такое? В общем, здесь поворачиваем вот так ручку, открывается окно, наверх не идет, то есть, как форточка не работает. Здесь ставим ручку, так открывается, наверх работает, но так же открывается, то есть, обычное проветривание в виде форточки здесь почему-то отсутствует. Ну, поэтому и дефект. В смыповании тоже вот такой момент есть у застройщика. Плитка вот здесь заканчивается. Это в договоре? Ну, вот да, но это тоже, я считаю, минус, потому что, например, ты захотел ванну поменять, у тебя она стала короткой, если в ванной, ты душевой трап себе поставил, тебе придется вот этой плиткой все закрывать. Ну, так-то да, но мы к этому готовы были, то есть, это понятно. Прописано, да. Ванна сама по себе, как из папье-маше какого-то, то есть, она такая прям. А ПИК привозит вот это блоки, похоже, все. Да, оно уже сделано. Да, это панели. Там роголит или фанера, я уже не помню. И, в общем, они просто это все здесь собирают. У меня, кстати, с электрикой так же. Да, они полностью готовы. У них прикольно, что вот эти все шкафы делают на заводе в теплом производстве, а сюда уже привозят только монтируют. То есть, они в холоде там не делают этим кривыми руками, как это обычно происходит. Это, я считаю, плюс. Приятно то, что хотя бы здесь есть плафон. Потому что везде висят лампочки Ильича. Ну, плафон тоже, не знаю, это дизайн такой или это грязь внутри. Да, фиг знает, может быть грязь, но надо его просто открутить, он откручивается. На самом деле, это удивительная компания, потому что у них вот все очень круто систематизировано. И мне нравится, что у них вот все вот эти модульные такая системы идет. И застройщику это плюсом дешевле. Ну, это да, человеческий фактор. Вот такой, когда делают, я не знаю, у них же вот это просто как ту трубочку свернули реально. Почему вот ОТК их не работает? Зато прибое все. Ну, хотя бы в этом плюс, да. Причем, кстати, странно. То есть, вот здесь панель, а в Кудровском там они и плитку сами, видно, укладывали. То есть, там не было панели. То есть, видно, в зависимости все от проекта. Ну, и в раковине тоже, да. Да, у нас там нет сеточки. Да, вот видно, сеточки это нет, и поэтому в воду расплескивают. Надо вот эту штуку откручивать и ставить, соответственно, новую. Ну, это они уже сделали. Ну, да. Есть вывод под зеркало, под освещение. Нет здесь вывода под радиатор отопления здесь, который... А, нет, так здесь у тебя рассчитано, что у них ванна электрическая. С выводом, да. Есть вывод. Кто-то поставит, а кому-то это, может быть, и не надо. Ну, здесь так жарко, что я не знаю, прям надо или не надо. Ну, обычно для чего нужно? Что-то высушить быстро. В принципе, так батареи жарят, что вот, мне кажется, накрыл и все. Я бы сделал бы похолоднее, потому что очень жарко, очень тепло. У нас соседи, кто уже въехал, говорят, на двоечке, на троечке. Это прямо оптимально. Поэтому, да, сейчас слишком жарко. Самое главное интересное, чтобы они счетчики регистрировали, потому что, получается, управляйка валится на застройщика, застройщик на управляйку, а ты платишь по вот этому коэффициенту, который на порядок выше, нежели чем ты бы платил по счетчику. Да, мало того, пойдем. У нас, получается, из близлежащих домов у нас самый дорогой тариф. Если посмотреть, у нас, я могу в документах показать, если нужно, у нас на данный момент они предлагают... Сколько за квадратный метр? Сорок аж... Ну, суммарно, да, 61 рубль, получается, это минус 4,5 рубля на охрану. То есть у нас здесь должен быть охранник, должна быть своя система охранная. Но вы уже еще не голосовали. Да, мы не голосовали в том-то и дело, а они уже нам присылают договор с управляющей компанией, они нам присылают бюллетень голосования, где уже проставлены все ответы «за». Только подписать осталось, да? Да, да, по сути, только подписать осталось. Прикольно. Да, и... Зачем что-то подделывать, сразу галочки автоматом поставила и просто... Да, в тарифах у нас никакой... Хотите ключи от квартиры, подписывайте. Да, в тарифах у нас никакой калькуляции нет, то есть мы не понимаем, за что вот эта сумма... Ну, они вообще должны предоставить экономическое обоснование тарифа, да? Да, но ее нет. Вот, по факту ее нет. То есть в документах уже стоит сумма, пожалуйста, платите. Вот, при том... Но 65, я считаю, это очень дорого. 61 рубль, но да, это дорого и непонятно за что. Даже 40 рублей дорого, знаешь почему? Потому что у тебя новый дом, и в течение 5 лет у тебя гарантия на конструктив, и 3 года на инженерные системы, и 2 года на зеленые насаждения. И в течение этого времени, кроме того, как убирать, снимать показания, передавать и там делать пусконаладочные работы 2 раза в год в сезон, там больше ничего. Что делать? Мы, получается, взяли примерную распечатку от другого жилкомплекса, где у нас получается, что мы уже должны платить за окрашивание детских площадок. Хотя, если посмотреть, они не окрашиваются, там просто как древесина, да, там, то есть коряги какие-то, это все такое, это не требует окрашивания. Там лаком либо там, скорее всего, каким-то... Хорошо, но ближайшие, вот их только поставили. Ну да, это, конечно, еще на гарантии. За какое окрашивание хотят брать, да, тоже непонятно. У нас все, пожалуйста, вот снег лежит, у нас никакой уборки не проводилось, детская площадка вся в снегу, то есть следы, видать. У нас даже если посмотреть на паркинг, там лед. Управляющие компании любят собирать деньги, они не любят ничего делать. Ну да. Авангард сейчас произвел приемку квартиры, ушел. Как впечатление от ожидания реальности? Ну, в принципе, то на то и вышло. То есть, да, мы были готовы к недочетам каким-то, к каким-то недостаткам. Но есть моменты, когда недостатков было очень много по одному и тому же. Например, та же самая балконная дверь, она буквально вся в стикерах. Она кривущая. Да, она кривущая, она не закрывается хорошо и так далее. То есть у нас нет плесени, у нас нет каких-то там трещин по стенам и так далее. То есть у нас сантехника достаточно нормально работает. Единственное, что там, да, в кранчике где-то сеточка, где-то еще какие-то, ну там все по мелочи. Вот, ну а остальное, наверное, как у всех, это пустоты в плитах, это неровный паркет, это линейный ламинат, да, уже заговариваюсь. Вот, а все остальное это поправимо. Ну, это, наверное, единственное. А какую бы оценку поставил застройщику за качество отделки по пятибалльной шкале? Наверное, двойку. Двойку? Да, потому что все-таки, если вы сдаете, вы, ну... Ну, очень много дефектов, я сказал, очень много дефектов. Да, причем таких глупых, когда те же, да, вот правильно, да, мастера, они сами же видят, что они творят. Ну да. Ну, блин, ну вы же видите, что тут не хватает там куска трубы той же, тут не хватает там наличника отгрызанной. Как это можно было сдать, вообще непонятно. То есть, куда смотрели именно принимающие органы, да, то есть, ну, все равно у них же проходит комиссия по каждому объекту уже перед самой сдачей. И получается, куда они смотрели, непонятно. То есть, если вот так даже эту маленькую комнату посмотреть, она вся в стикерах. Да, по мелочи, но неприятно. Стандартный пиковский коридор, здесь ничего не изменился, аллогичные, как и везде, нумерация квартиры и нормальные хорошие двери. Чтобы выйти, соответственно, здесь кнопка, все работает. Мы выходим, у нас лифтовой холл, одна кнопка вызова, нет нигде нумерации, непонятно, едет лифт или не едет лифт. Только можно по звуку определить. И здорово, что подписаны тут квартиры такие-то. Выход, так как у нас переходных балконов нет, здесь обычный лестничный марш. С нормальным ограждающей конструкцией, а не как обычно. Никакого линолеума и немножечко заметный уплотнитель. Не смогли ровно прикрепить. О! Кстати, круто, что вот так лифты. Я всегда в своих видео об этом говорю. Да, гораздо удобнее. Потому что длинномерные предметы очень удобно заносить. Ну, блин, пик, почему такой позор? Почему вместо вот этого изделий не сделать? Баннером хотя бы затянули, но смотрелось бы прикольно. Писали бы, пик комфорт, добро пожаловать домой, там, янинский лист, там, бла-бла-бла. Почему вот смотришь на это и как-то так все не очень. У нас грузопассажирский лифт, который расположен вот так. Из плюсов. Антивандальное покрытие, обратите внимание, тут фирменный баннер. Молодцы, сделали красиво. Видно, слушают и смотрят мои видео. Камеру прикольно поставили, так, защитную, чтобы ее не убили. А то обычно ее ставят вот сюда все и длинномерными предметами ее убивают. Детские площадки, там зона отдыха, все, конечно, круто, но понимаешь, что с озеленением здесь нифига не сделано. Площадки вообще реально классные, молодцы. Единственное, конечно, мне непонятно, почему они... То есть вот здесь я вижу, какая-то система допуска и должна быть. Там вообще ворота открыты, как-то странно. Кстати, радует, что нет закрытых дворов, как это некоторые застройщики делают. То есть все открыто, не будет никакого отражения от стен. И тут сколько, наверное, метров 50 или 60, наверное, точно есть. Расстояние между домами прилично. Здесь в дальнейшем будет система допуска. Заходим. Здесь, кстати, вон такой приямочек, чтобы сетку положить. Стандартная входная группа. Четыре лифта. А, нет, два лифта. Один пассажирский, один грузопассажирский. Но нам только сейчас по лестнице здесь можно подняться. О, квартира открыта. Что у нас, самый верх, Рванин? Этаж 11? Это 11, 12. Последний у нас этаж. Это предпоследний, у нас 12 самый. А, так о чем мы на самый верхний пошли? А там перекрыто было. А, я понял. Я посмотрел, там закрыто все. Сейчас мы как раз можем в квартире посмотреть отделку. Здесь, соответственно, такую вот поставят. Защитный кожух и все. И вид на стройку. Здесь будет дом, потом вид, конечно, перекроет. Все знают, как комплекс называется. Здесь у нас уже обои. Трубы, конечно, труба окрашена так себе. Полагаю, наверное, так и останется. Электровыводы. Двери. Смонтированы без фурнитуры, без ручек. Так, это у нас двушка, да? Или однушка? Это однушка получается. Однокомнатная. Прикольно, здесь такая прихожая здоровенная. Вообще круто. Да, и гардероб спокойно. А, доступа нет. Не открыть. На лестничный, вернее, на межквартирный коридор стены у нас из газоблока. Штукатурочки-то не пожалели. Машины наносили тут, надо сантиметра два с половиной. Сетка зато есть. Монтажная пена, стандартные двери. А, тут у нас, а, студия. А, нет, не студия, вру. А, это двухкомнатная квартира, в которой мы и были. Аналогично. Но, конечно, а, вот здесь какой нюансик. Здесь другая планировка, здесь вот такой угол. Есть специфическое место. Из нюансов тоже нет. Система кондиционирования, ничего не выведено. Конечно, сэкономили на этом. И нюанс из вот таких труб. Обратите внимание, какая их протяженность. Я не понимаю, почему в 24-м году до сих пор строят с вертикальной разводкой сделать систему отопления, проектировать, а не с горизонтальной, как у большинства застройщиков. Вот здесь, посмотри, пожалуйста, вот на этот момент. Запах. Запах, да, здесь сходили в туалет. То есть вот эта ниша, конечно, такая. Надо думать, как обыгрывать. И плюс, конечно, вот такая длина трубы. Просто часть места ты теряешь. Ужасно, да. Вот прям. Ну, зато можно выйти на балкон. Смотри, вот так это должно быть. Вот так это должно быть. И здесь даже заглушечка есть. Дружной компанией мы вышли на балкон. А здесь вот такая красота. Чуть-чуть не хватило. Ну, просто от слова чуть-чуть. И смотри, кстати, обрати внимание, здесь как сделано. То есть там в квартире, которую мы сейчас смотрели, там оно просто все торчало. То есть видно, то ли так смонтировали, то ли брак. Потому что здесь вот с этим все в порядке. Ну-ка. Открываем окошечко. Открывается. Замерзлая нараза. Тоже замерзлая. Ладно, не будем трогать. Дом не сдан еще, друзья. Ванная. Там такой же поддон у них. Причем запах идет-то отсюда, во где нет унитаза. Ну, канализация-то еще не смартфона. Вот я и говорю, то что. Здесь закрыто. То есть отгоняешь, что раковиной пользовалась не по тому назначению. По назначению. Ой. О, здесь вообще. Здравствуйте. Все внутренности видны. Что скрывается за потолком? А вот так выглядит коридор до того, как его зашили гипсокартоном. Большое количество различных инженерных коммуникаций по стенам, по потолку. Сколько комнат? Здесь студия. Студия. А, нет, однушка. Однушечка, да? Вот тут, да. Обоев нет. А сверху мы видим бетон. Здесь мы видим газоблок. Здесь, соответственно, закроются будут шкафы для обслуживания. Электрика. Вентиляция. Сверху тоже провода. Это для системы пожаротушения труба. Неплохо. Двери уже стоят. Молодцы. И тут вроде ничего так сделано. Последний этаж, получается, высокий у них же чердака нет. Нет технического помещения. Странно, что, кстати, делают потолки стандартные 268. Почему не сделать было выше его? Или там, скорее всего, монолитом они заняли. Потому что, ну, видишь, где монолит идет, откуда? А у них там зафиксировано. Если посмотреть, у них-то вон, уже зашито все. Ну, здесь зашито, да. Уже все, потолок уже готов. Потолок готов. Я бы хотел... При этом нету обоев. Обоев нет, да. И, кстати, на последних этажах есть эти... Для сброса воздуха, как они называются. Помнишь? Нет. Вот, блин. Напишите, друзья, в комментарии вылетело из головы. И плитка тоже самая в коридоре уже есть. Она выложена практически, ну, как раз до коммуникации, которую они, соответственно, зашьют. Вот. Давай вперед пройдем, посмотрим. Вот так, друзья, выглядит обычная стройка. Квартира с такие же двери. Двери, кстати, хорошие. Газоблок клеит застройщик на клей. С перевязкой из сетки пластиковой. При штукатурных работах тоже сетку используют, соответственно, трещин. Для избежания трещин. Вот здесь наверху, конечно, пенный зазор достаточно большой. Должен быть вот как раз вот такой. Вот, видите, ее покоробили и ржавелая дверься бедняжка. Этот потолок поднатянут. Однокомнатная квартира. В большой кухне-гостиной. Вот так выглядит вентиляция до того, как ее закроют, соответственно, крышкой. Что радует, конечно, это большие окна. Это реально очень круто. Вид на комплекс, на соседние дома. Коммерция внизу. Ясно-Янина впереди видно. Да, Ясно-Янина, кстати, красиво смотрится. Молодцы. Кстати, в соседней квартире можно посмотреть без потолка коммуникации. Отлично, да, это очень интересно. Что застройщик спрятал за отделкой? О, нормальный бетон. Вода заходит поверху. Также, соответственно, электрика заходит поверху. Вентиляция под натяжной потолок, под светильник сделана. Вот, кстати, лючок, который должен быть здесь, которого отсутствовало в той квартире, в которой мы были. Потому что у них везде вот здесь лючки стоят. То есть здесь он в дальнейшем будет, а там вообще даже отверстия нет. Вот здесь перегородку видно. Круто. Бетон, кстати, нормальный. Перекрытие нормальное. Электрика, кстати, тоже разведена. Смотрите, друзья, обратите внимание, что не просто идет провод, а идет он, соответственно, в гофре. Гофры крепятся к потолку на специальном крепеже. Они, как часто бывает, нам фиг знает на чем. На гвоздике, говорится, держатся распаивочные коробки везде. Слушай, достойно сделали. И, кстати, здесь видно, что они отбивали потолок, и здесь, ну, такие минимальные значения по высоте. Просто я почему-то полагал, что он намного ниже, чем сама высота монолитного перекрытия. Кстати, отверстий нет под вывод. Где у нас кондиционеры-то стоят? Кондиционеры. Ну, вот здесь внизу должен стоять. Вот здесь под окном. Вот он. Сетка, соответственно, вон он там сверху. Получается сверху. А вот он проем. И они его просто на заводе, видно, цементом или здесь уже закрывают. То есть для того, чтобы этот вывести, я даже не знаю, получится это все раздолбить. Ну, это, по идее, там, если кондиционер-то там на кровле стоит, на последнем этаже. То есть надо будет вот этот герметик все это снимать. И вот отсюда... Это не герметик, это цемент. А, не на... Это цемент. А, не на цемент. Это его надо демонтировать, а это проблематично. Да. Ламинат уложен с зазором. Вот так выглядит обычная перегородка. Здесь брусок для того, чтобы можно было дверь прикрепить. Как-то направляющие. Здесь 0,6 мм застройщик применяет. Вот, смотрите. Угу. Ну, они, на самом деле, очень жидкие. И могли бы, конечно, не так сильно экономить, а поставить хорошие направляющие. Подороже взять. А, здесь уже даже труба тоже окрашена. Подтеки? Подтеки, да. А мне кажется, это... Нет, а из-за чего здесь подтеки-то? Тут монолит. Это стена-бетон. А, это бетон. Непонятно, почему тут подтекало. Ну, здесь, видишь, то же самое. Они даже такое ощущение, что не цементом, а клеем за это... За чекание. Да. Ну, тут уже застройка видна. А напротив застройки самый классный комплекс в Янино. Самый красивый. От самого известного застройщика. Дорогое сердце. Ну, кстати, нормально. Мне, кстати, знаешь, что непонятно? Почему есть напольное покрытие, а здесь еще... Стук работы. Нету ни обоев, нету еще перегородки. Кстати, перегородки нет, но при этом... Перегородка, но он не начал. Такое чувство, что они забыли. Слушай, да-да-да. Походу... Потому что, да, обычно делают перегородки, потом делают... А потом только полы. Вот в этой квартире на последнем этаже, я не знаю, какой номер, но, блин, понимаете, да, что если вы решите, например, поменять дальнейшему ламинат, то придется его вырезать, потому что они закрепились прямо через него. Красавцы. Тут газоблок. Тоже я вот не понимаю, например, ну вот здесь достаточно уже большое расстояние. Здесь еще более-менее. У нас же сколько там? Два с половиной оно поедине должно быть. Два с половиной. А здесь вообще они чересчур перебрали. То есть я не понимаю для чего. То есть дверь должна была быть выше, но по мне много. Много пены. Так, у нас тут тоже одно окно вот с таким закуточком. Ну, все, тут смотреть больше нечего. На кровлю только можно выйти. Если будет доступ сейчас на нее, можно попробовать. Здорово, что увидели без потолка натяжного демпфирующая лента. Ее ставят по периметру стен до залива стяжки, чтобы при расширении не было трещин базальты утеплить. Асалам алейкум. Слушай, очень здорово, что здесь вот такая лестница. Какой-то запах здесь неприятный. Вентиляция межкровельного пространства, канализация, гидроизоляция. Вот куда рабочие с последнего этажа ходят. Ну да, здесь запах такой отратный стоит. Блин, уважаемый собственник Пика, купите им биотуалет, поставьте на каждом этаже. Ну это трындец, конечно. Вот здесь ливневочка в дальнейшем, надеюсь, поставят сетку. Что, вид есть красивый? Ну да, внутренний двор. Так-так-так, про что ты сейчас рассказывал? Какое завышение? То, что потолки на последнем этаже в общем коридоре выше. Вот они. А, вот из-за чего. Да-да-да. Тут, получается, все коммуникации забираются и в одно место собираются. И вывод у них вот как такой мини-техэтаж, так скажем. Для всего вывода. Это, кстати, у Пика только, я вот ничего такого не видел. Это Пиковское решение. Ну, чтобы не делать технический этаж и при этом соблюдать высотный регламент. Вот это вентиляция. А, это просто у нас вентиляция. Это выход, да? Это вентиляция. Это, скорее всего, это вентиляция с квартир. С квартир, да. Вот это обычная вентиляция. Это для... Это противодымная, скорее всего. Противодымная, да-да-да, мы такие уже видели. Там дефлектор вот стоит. Тоже, скорее всего, подпор... Ну, вот это подпор. В этот подпор. Да. Здесь у нас вот электрика проходит. Кстати, здесь еще порядок на виду, то, и, в принципе, все будет нормально. Гидроизоляцию здесь нигде не пожалели. Мусор еще есть, понятно, строительный, потому что стройка идет. Канализацию заткнули, чтобы, наверное, теплее было в доме. Ох, отсюда-то как будет хорошо видно. Все янино как на ладони. О, даже рассветая янино отсюда, виду, ничего себе. Но пико-дома красиво смотрится. Мне нравится. Да, похоже на биоту. И вот такой, соответственно, выход на кровлю через вот такую здоровенную дверь. Спасибо, что лестничный маршрут хотя бы такой приличный. И достаточно неплохо можно спускаться. А здесь уже панели, скрепленные на сварке. Ржавчина, наверное, уже местами пошла. Интересно сделано на конструкцию для чего-то так. То есть вот это с завода часть, а вот это они здесь выливали. В общем, свою какая-то специфика. Так, ну, тут смотреть больше, в принципе, ничего, да? Да, можно сейчас по первому этажу посмотреть. И можно в соседнюю тогда секцию посмотреть именно уровень готовности. Здесь отмечу, что нормальная отделка, потому что, например, в Куровском парке у них просто было напыление штукатурки с краской. Знаешь, как наждачка такая. Не знаю, как она правильно называется. А здесь они хоть такую фигуристую сделали. Как она, картомир же, да, называется? Да. Так, сейчас. И ограждающие конструкции нормальные. Жесткие. Обычно трубу сварили, окрасили. Смотрится даже хорошо. Так, здесь больше. Датчик движения работает. Обычно, когда идет отделка, делают сверху отделку и идут, соответственно, вниз. А у пика почему-то наоборот. Снизу вверх. Да, тут уже отделочка есть. На этом этаже. Межквартирный коридор, он тоже все поверху. Распаячная коробочка. Что у нас на скруточках? Мешки для мусора. А здесь вот люк отсутствует. А здесь нету, да? Да, здесь люка нет. Кстати, да, вот тоже получается, как в квартире, которую мы принимали. Здесь нет люка. Очень странное решение. А сверху есть. А, может быть, кстати, там колено проходит именно поэтому там есть люк? Скорее всего для этого. Чтобы прочистки. Чтобы прочистки, чтобы опса обслуживать. Мы отгадали эту тайну. Но остальное, да, все то же самое. Кефирчик кто-то любит. А, вот про что говорила. Здесь получается, вот она полукруглая с этой штукой. А там она такая современная смотрится. Поприкольнее, да, согласен. Кстати, здесь тоже розовые трубы. Розовые трубы. О-о-о, Светки Соколовой. Ну, тут уже такая высокая степень готовности. Потолок есть, все это уже. Все формы. Клитура вся есть. Дверь стоит. Хабоки кое-где подклеить. Там марафет навести. Ручки поставить на месте. По идее, уже клининг остается. Ну да, тут ее в руку кто-то похоже смется. А здесь, кстати, интересный подход. По подключению плиты. Ну, короб, да, стоит. Здесь короб. А в квартире, которую принимали, там в стенке просто стоит накладка. Вот наподобие вот такой. Ну, кстати, да. Кстати, у них, ну да, странно, что нет какого-то единообразия. Угу. Ну, зато решетка вентиляционная такая. А же датчики в тех же местах. Нет, хотя датчик был вот один вот здесь. Здесь было разом? Да. И один здесь, и один здесь. Их было два. Может быть, повесят потом. Кстати, да, возможно, что вот эта запитана система, а второй, который дадут, повесят отдельно, а он будет просто на батарейках. Да. Скорее всего. И почему-то мне кажется, что вот здесь проход шире, да? Здесь шире, да. В той квартире уже был. Уже был. И здесь и комната больше. Больше, да? Да. Ну, вот мне вот это больше нравится вот с таким широким проходом. Потому что ты заходишь в прихожую, и сразу вот вся кухня у тебя как наладония. Не, вообще, на самом деле, отдать надо должную пику, что планировки-то у них хорошие. И не только планировки окна мне еще нравятся. С моим ростом 2,68 нормально. Но было бы, конечно, выше, там, 2,75-2,80, было бы, конечно, поинтереснее. Потому что когда большая площадь квартиры, высокий потолок, это хорошо. Ощущается. Ощущается, да. Когда у тебя студии 3 метра, то, конечно, это так себе. Особенно учитывая тенденции по площади. А, ну, видишь, у них перо какой получается. Бетон, потом этот, как, керамзит. Керамзит, потом идет утеплитель. Базальтовый утеплитель. Причем, если мы в два слоя сотка и пятерка похожа. Да. И потом сверху идет, скорее всего, гидроизоляция. И потом, вот, два слоя гидроизоляция идет. И снег. И снег. И, кстати, если посмотреть толщину снега. Ну, снега приличный, здесь они поразгребали. Но я что-то, честно, гидроизоляцию... А, вот, вижу, сверху-сверху, да, у нас срезали. Ну, нормально, да? Скорее, сейчас течет. В смысле, мы с вами... Домой потащили, придавать на авито. Цемент, цемент, недорого, со стройки. О, пошли. Ну, тут, на самом деле, да. И, причем, кстати, вот, одинаковые мокры, цвет ящиков одинаковый. И обшивка лифтов одинаковая. Дверь тоже такого же цвета, как и ящики. Ключики везде есть. Нумераться осталось, порядок навести. И все, в принципе, готово. О, пошли смотреть. В кладовке это интересно. Я просто еще не видел, как у Пика они выглядят. Так, большое количество коммуникаций, распаечных коробок. Вот они, кладовочки. А, потом просто двери, сетки, понятно. Двери, сетки будут, да. Ас-салам алейкум. Стены из... А, это газоблок такой, все. Кладовка, кстати, очень классная штука. Здесь, кстати, сухо в подвале, нигде не видно, чтобы протечка была. Да. Это для меня, кстати, тоже большой плюс. И по коммуникациям, я понимаю, они потом все уберут, и здесь красота везде будет. О, кстати. Смотри, они что-то арголитом, получается, плитку все закрыли, чтобы не повредили. Да, пока таскают. В шахтах, полагаю, уже монтаж лифтов идет. Свет там горит. Кстати, за две недели, когда я последний раз здесь был, прогресс очевиден. Прогресс есть, да? Да. Я бы сказал даже... Вот, получается, почтовые ящики под них место. Подосветительные приборы. Проход квартирам через перфорированную дверь. Смотрите, кстати, прикольно. Дверь мне понравилась. Прикольно, да, как делают откос? Шлепка здесь, шлепка здесь, а расстояние просто трындец. Вот это теплопотери. Хотя бы пеной бы задули. Согласен? Да, потому что будет потом надувать. А потом собственникам все платить. Ну да. Если бы застройщик за это платил бы. Так, это второй этаж. Это второй, сейчас мы посмотрим по готовности, чтобы так плюс-минус для сравнения. Тук-тук. О, вот она, вентиляция. Слушайте, прикольно, два разных канала идут на кухню и ванную. А, вот аналогичный, кстати, модуль доступа. Я так полагаю, что это, возможно, связано с тем, что в Москве у них очень много протечек. И чтобы был нормальный доступ, не нужно было все разбирать. Для этого они вот это и сделали. Обычные вот эти двери. Потолок. Ну да, высота, конечно, 2,70, может, 2,75. Немного, конечно. Хотелось бы повыше. Знаешь, какая у меня мысль светила? Помнишь, вот то, что мы пытались открыть, где под конденсат стоп? Я полагаю, в Москве же у пика большое количество протечек. Я полагаю, это как раз специально они сделали для того, чтобы все это дешевле локализовать, если такое произойдет. А, ну, скорее всего. Так, это у нас второй. Ну, идем на третий. Поговорили про пену, вот здесь как раз она есть. Могли бы, конечно, нормально запенить, но хотя бы так. Ох, газом пахнет. Потолки натягивают. Да. А, вот и потолки. Вот так выглядят натяжные потолки, пока их не натянут. А, все, кухня у вас вот здесь. Вот здесь немножко по-другому. Кухня с выходом на балкон. Ржавые трубы, такие красивые. Обои какими-то кусками порезаны. Ну, вот здесь приклеено плохо. И вот получается как раз. Ну, два. Как сечение. Ну, ладно, с обоими-то у нас это не сильно. Кстати, смотри, это получается, не знаю, ровно, надеюсь, они отбили. Если обратить внимание на уровень натяжных потолков, то плита, получается, кривая. Да, какое расстояние здесь угло, и какое здесь. В зависимости. Либо они отбили это криво, согласен? Да, либо сами потолки не по уровню. Хотя, если так заметили по прошлым приемкам, высота разная. В разных частях полка. Ну, здесь тоже, да, получается. Здесь вообще он там сантиметра 5 максимум. Здесь уже он там под десятку. И здесь тоже. То есть, либо монолит они так не умеют лить, он такой весь кривой у них. Либо потолочники. На обычном потолке отбивают всегда в ноль. Мне кажется, или плинтус кривой, как вот принимали квартиру. Да, наверх тоже. Мне кажется, а такие есть. Вот он туда уходит. То бишь, стяжка, либо... О-о-о! Понятно. Так, аккуратнее, главное, а то сейчас вниз еще упадешь. Хорошая подрезка. Просто шик. Причем в современном мире там столько сейчас этих коронок, чтобы это все подрезать у ламината. А тут... Так. А тут мастера. Здесь вот такое на самом деле. Вот этот. И здесь. Вот такая красота. Так, это у нас шикар. Ну и что, получается, ванна чуть выше из-за того, что они же ее частями этим. Да. В целом модуле... Только на той квартире, которую мы смотрели, там металлический такой порожек. А здесь просто... Аня, тоже вот алюминий, вот он. И вот тоже вот получается вот это супер панно, которое непонятно, можно будет оттуда вытащить или нет. Если будет такая необходимость. И большая комната вот. Вентиляция. Выводы. Тут самое классное это трубы. Смотри, какая красота. Что? Трубы. Такое ощущение, что богу, да? Да. Просто покрасили, по-моему, они прям с ржавчиной. Получается, вот они закрыли. Арматура, стаканы. Здесь, кстати, ничем не за чеканено. Стакан должен быть, кстати, чуть шире же, правильно? Угу. И там должен быть что? У нас есть пена специальная. У нас есть шнур противопожарный. Забивать должны очень плотно. Что у нас там еще есть? А тут ничего нет. Надеюсь, сделают. Да нет, еще время-то есть до 31 марта. За шнуром сходить. Да, да. Можно, например, вниз еще на пару этажей посмотреть, пятый. Ну, тут наверх смысла нет. Здесь тоже самое. Да, как бы то же самое. Просто из-за... Из нюансов, кстати, обрати внимание, вот, когда идешь, даже не думаешь, что это просто кусок гипсокартона. Угу. Вместо подоконника. Кто-нибудь сядет. Сядет, да. И проломит. Можно проломить. Направляющие тоже такие все, жуденько очень. Понятно, что когда будет гипсокартон, будет пожестче. Ну, блин, так. И мне, конечно, не нравится, что вот здесь огромные потери тепла. То есть, ну, можно... Где-то пена есть, где-то нет, потом зашьют, и хер ты поймешь. Угу. Ну, двор без зелени, конечно, специфически смотрится, но наполнение самого двора различными предметами, то есть, меня радует. То есть, все неплохо. Я предлагаю вниз выходить и пойти паркинг посмотреть. Да. Идем, друзья, в паркинг. Шестиэтажный, который раньше был трехэтажный, как я понял. Слушай, прикольно, да? Идешь, и можешь головой снести, если ты чуть повыше. Вот, кстати, про что я и говорил. Левостороннее движение. Слушай, мы в Англии? В Таиланде. И у нас, соответственно, левостороннее движение. Очень странно. Прикольно, да? То есть, мы должны вот здесь заезжать, а здесь все наоборот. Интересно, так в проекте, либо они перепутали знаки? А, нет, слушай, стрелки так нарисовали. Очень. Я первый раз, я даже не мог представить, что такое возможно. Вот здесь также находятся парковочные места, но, видимо, закрыто все. Можно подняться выше. Я предлагаю, да, наверх подняться, посмотреть. Пойдем здесь, здесь машина не ездит. Знак получается сколько? Там, дай бог, метра восемьдесят. Ну, вообще, должно быть по всем правилам два двести. То бишь, два метра на самом среднем автомобиле и 200 миллиметров еще сверху. Ну, тут, по идее, должно быть два двести. Но он ниже. Я понимаю, что на высокой машине, или если у тебя на машине вот этот сверху багажник, то реально можно сбить это. Можно сбить. И что-то повредить. Мне кажется, нормально. И здесь даже вот что-то низкое, даже вот это расстояние достаточно. У меня, пожалуйста, с собой рулетки нет, я бы измерил. Да, до сгиба. Тут двух метров нет. Или нет, два метра наркотика. Ну, получается, я метр восемьдесят. Два. Вот. Ну, два двадцать, два тридцать здесь, наверное, высота. А до трубы? Ну, до трубы должно быть два двадцать. Ну, тут два двадцать-то не очень похоже. Ладно, пойдем посмотрим. Хотя в паркинге теплее, чем было тоже две недели назад, когда мы были. Ну, сейчас потеплело, во-первых, но здесь, смотри, окон-то нет. А у них окон нет? Да, у них именно как система вентиляции это все. А, кстати, закрыто. То есть, туда нам, получается, может быть, нам по лестничному маршу нужно идти? Ну, можно, кстати, попробовать. Тут соседи, тут же, да, есть проход, туда можно долго спуститься. Вот это, подожди, вот это же противопожарная дверь. Шторка, да, вот она. Тут ее никак не поднять, только оттуда, получается. Да, ну, значит, туда можно... Пошли вниз и по лестничному маршу. Да, спуститься и... Ну, выше смысла нет идти, там все то же самое. Слушай, нормальный паркинг, просторный. Все подписано, здесь высота нормальная. Даже если так посмотреть, выше чем заезд. Ну, выше чем заезд. Да, выше чем заезд. Выше чем заезд, да. Тут мы видим вентиляции, знаки, выезд. Места уже все подписаны. Тут ограничитель стоит, чтобы в стенку не въехали. Клапана. Лифт у нас дальше. Прикольный звук из-за того, что вот там дверь входную приперли камушком, и лифт открывается дверца, воздух начинает идти, и такой гул идет. Стандартная входная группа. Мне нравится, что она проходная, и она достаточно широкая. Это комфортно, когда, например, выходит женщина с коляской, в коляске ребенок, и можно спокойно везде разъехаться со всеми. Значит, здесь у нас два тамбура, а здесь у нас тамбур, и еще сверху теплозащита висит. И причем, здесь есть такой нюанс. Ох, как здесь жарко! Вот эта ручка, друзья, она просто горячущая. По мне, нужно сбавить пылу этой конструкции, чтобы она не так сильно дулает, а раз, и написать предупреждение, что горячо. О, Господи, трындец, яичницу нужно жарить. Считаю, что очень здорово, что мы смогли с вами посмотреть и приемку квартиры, и что прячет застройщик под отделкой. Я вам скажу, что качество настройки ПИКа действительно, учитывая нынешний уровень, достаточно еще на высоком уровне, если смотреть на все остальные новостройки. И мне, в принципе, нравятся проекты у ПИКа, мне нравятся их планировочные решения, мне не нравятся некоторые моменты, такие как вертикальная разводка системы отопления, но на это можно, в принципе, закрыть глаза. Если вы хотите показать свой дом, рассказать как положительные стороны, так и отрицательные, обязательно напишите мне об этом, мы с вами договоримся, и выйдет на канале такой ролик. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok